Друзья, встречайте новый видеокурс «Женский жакет полуприлегающего силуэта моделирования и пошив». Все подробности по ссылке в описании к этому видео. Добрый день, вы на модных практиках. Сегодня мы краим платье, надеюсь, что до дня рождения успеем, краим платье из пайеток на трикотажной основе под мой новый жакет, сшитый по видеокурсу «Женский жакет полуприлегающего силуэта моделирования и пошив». И для того, чтобы раскрыть платье, я сняла базовую основу 10 мерок, без рукавов сняла, полочку, спинку, сразу добавила длину. И вот она у меня перед глазами, я ее сразу вырезала, чтобы все было видно, что я делаю. И мы приступаем. Первое, что мы должны понимать, что платье трикотажное, поэтому талиевых выточек не будет. Мы заберем чуть больше в боковые швы. Должны понимать, что если мы нагрудную выточку полностью размоделируем, у нас вот здесь будет вот такой вот горб, с которым мы ничего просто не сделаем. Поэтому частично мы ее размоделируем, но частично все равно оставим, максимально сделав ее ровной, для того, чтобы максимально ровно совместить пайетки. По обработке мы потом вам расскажем, если вы захотите, мы вам покажем мастер-класс, как мы делаем выточку из ткани с пайетками. Также мы должны определиться, насколько мы открываем. У меня нет эскиза, у меня просто V-образный вырез, немножко снято с плеча, просто платье-чехол из пайеток, но все тоже не так просто. У нас сегодня мало времени, поэтому приступаем. Вот моя полочка, вот моя спинка. Длина у меня пока 90. Вполне вероятно, что на примерке я смогу сделать чуть короче. Но посмотрим еще, померим с жакетом, померим с туфлями и определимся уже с длиной. Можем уже определяться прямо практически на последней примерке, если будут сомнения. Болочка-спинка, талиевые выточки я нарисовала, но не вырезала. Пройму углублять мы не будем, потому что это трикотаж. Трикотаж все равно оттянется. Если захочется, на примерке всегда можно будет полсантиметра подрезать. К тому же мы выточку сейчас начнем с плечевой. Размоделируем ее, один сантиметр оставим в пройме, один оставим в плече. То же самое с нагрудной выточкой. Один сантиметр мы оставим, как бы расслабим плечо. Один сантиметр перенесем в пройму. Остаток перенесем в боковой шов. Вполне вероятно, что еще искусственно чуть-чуть уменьшим и чуть-чуть подрежем со стороны проймы. И углубим сразу горловинки. И уже потом будем рисовать красивую линию. Наверное, углублять уже будем в конце, когда будем рисовать нашу маечку. Поэтому пока мы работаем с выточками. Первое, что мы делаем, это рисуем от вершины выточки на спинке плечевой ровную линию в сторону проймы. Именно поэтому, так как мы еще на один сантиметр расслабляем пройму, плечо у нас поднимается. И поэтому тоже мы сейчас не будем опускать пройму. Берем. Я по одному сантиметру, потому что у меня выточка по одному сантиметру. Если у вас выточка больше, вы можете ее тоже равномерно распределить. И то же самое я делаю. И вот смотрите, от того, куда мы переводим выточку, именно вот в этом месте свободно. Все-таки вот здесь мне хочется, чтобы оно максимально вдоль проймы лежало. Поэтому здесь я попробую, ну примерно как и на плече, в верхней части. Вот у меня сантиметров 8 от верхней части, может быть даже чуть больше. Расслабляем пройму именно вот в этом месте. Эту выточку, вот эту линию я зачеркиваю. И сейчас я выкладываю подолевой центр переда. И от выточки в сторону бокового шва под 90 градусов рисую расположение нашей нагрудной выточки, которая уйдет в боковой шов. И сейчас нам нужно понять, сколько у нас останется выточка. Один сантиметр, видите, тут у меня очень хорошо все видно по клеточкам. Мы расслабляем в плече. Пока я разрезаю вот здесь. Один сантиметр я расслабляю пройму. Вот таким образом. И у меня остается здесь 5,5, почти 6 сантиметров. И здесь мы должны понимать, что это изделие не оверсайз. У нас здесь должно все прилегать, все эти лямочки. Поэтому мы плечи возвращаем основу к нашему первоначальному виду. 12,5 сантиметров от начала горловинки. 12,5 сантиметров вниз я рисую ровную линию. Немножко ее вот здесь вот сравниваю. И рисую красивую такую проймочку. С которой мы потом еще будем работать. И то же самое на спинке. 12,5 сантиметров рисую. Тоже вот такую аккуратненькую рисую линию. Сейчас я это срежу. И мы продолжим работать с основой дальше. И сейчас мы рассматриваем нагрудную выточку. Если мы ее сошьем так, то здесь пойдут пайетки под 90 градусов. Здесь под наклоном. Для того, чтобы у нас вот эта линия шла ровно по центру переда. Наша выточка 6 сантиметров. Мы должны 3 сантиметра от наших 90 градусов опустить вниз половину выточки. Нарисовать новую линию. Разрезать. И переклеить нашу часть основы в верхнюю часть. Вот наша выточка. От нее, от вершины мы отмечаем 1,5 сантиметра. И искусственно уменьшаем выточку. И сейчас я вот тут подклею скотчем, чтобы у меня нигде ничего не вылезло. И вырезаю нагрудную выточку. И мы переходим уже работать с линией проймы. С линией нашего красивого выреза. Вот какая у нас аккуратненькая выточка получилась. И сейчас мы должны понимать, если мы хотим красивую маечку, тут, конечно, зависит от наших пожеланий. Можно было отрезать и сделать какие-то бретельки. Кстати, для тех, кто экономит ткань и покупает чуть-чуть, если ткань дорогая, можно вот здесь сделать ровную линию и пришить готовые бретельки или бретельки из ткани, которые вы оформляете платье. Но я хочу все-таки, чтобы у меня был верх платья и майкой. Углубить я хочу на 15 сантиметров. По плечам я хочу, я вот взяла, возьму уже розовый. От центра переда по плечам я хочу снять сантиметра 3-4. 4, наверное. И от плеча с нижней части, со стороны рукава, я хочу снять 3 сантиметра. Сейчас посмотрю, у меня остались плечи шириной почти 6 сантиметров. 5,5 этого достаточно. Я возьму ручку для точности. 4, 3. Вот у меня вот здесь в середине, я сейчас померила, осталось 6 сантиметров. Вот здесь у меня 15, может быть потом еще углубим. Можно взять лекало, можно взять простой карандаш и нарисовать какую-нибудь красивую линию. Здесь я все-таки решила взять прямую линейку, соединить между собой, отметить серединку, пока это простым карандашом сделала. И от этого места сделать, ну, такую слегка-слегка V-образную линию приятную. Сейчас я это нарисую фломастером. Она такая непрямая, ну, вот видите, с небольшой такой формой, слегка такая вот полукруглая. Вот здесь мы должны понимать, чтобы все-таки это выглядело лямками, что здесь у нас, конечно же, будет достаточно открыто. Здесь можно начать под, ну, так, хотя бы ориентир 90 градусов, хотя бы самое начало. И идем и аккуратненько открываем, но все-таки, чтобы это был эффект лямок. Вот, смотрите, как-то так. Раз. И то же самое делаем на спинке. Вот раз, два. Вот здесь все равно должны быть ощущения лямки открытой. Ну, вот что-то среднее можно пока взять вот так, по крайней полоске я вырежу. На примерке можно будет доделать. А здесь тоже внизу я сантиметра на три открыла. И рисую такую красивую полукруглую линию. Сейчас я все это вырежу красиво ножницами. И вот, можно вот так вот приложить. Можно приложить к зеркалу, на манекен. Но примерно-примерно это выглядит вот так. Меня все устраивает. Уже там чуть-чуть, если мы захотим, и на примерке всегда сможем сделать шире. И завершающее, что нам нужно сделать в этой основе, это уменьшить талию. Ну, мы не будем прям совсем заталивать, как здесь. Ну, вот, чтобы тоже было красиво. Сантиметра на полтора хотя бы в области талии. Платье будет полуприлегающее. Платье будет обязательно со швом по спинке, чтобы по спинке мы тоже чуть-чуть могли его приталить при необходимости, чтобы оно не было таким ровным. Пока вот такого заталивания будет достаточно. Вырезаем и смотрим, что у нас получилось. Я все-таки для точности возьму и отмечу точное место. Тут еще на нашей основе много всего, знаете, вырезали. И тогда вот рисуешь по продавленной поверхности, линии получаются неровными. Смотрите, какая у нас аккуратная выкройка. Для того, чтобы вам побольше всего рассказать и более подробно показать крой, мы сделаем крой в следующем видео. Поэтому оставайтесь с нами, мы идеально поработали. У нас идеальная основа для платья майки. Не обязательно это только из пайеток, из любой ткани можно такое сделать. Опять же, если это прямо трикотаж и здесь допускается излишняя свобода, можно и доработать нагрудную выточку. Но если мы говорим о вечернем или о коктейльном платье, конечно, красиво, когда здесь все по фигурке. Нет вот таких чрезмерных свобод. Все-таки это вечер, это каблуки, это макияж, обязательно укладка красивая. Поэтому будем красивыми с модными практиками. Оставайтесь с нами. Я уже вся предвкушение. За 5 дней все сошью новое платье. Напоминаю также про наш шикарный новый видеокурс. Женский жакет полуприлегающего силуэта моделирования и пошив. Собственно говоря, благодаря ему и началась моя такая большая капсула, моего гардероба. Напоминаю про наш самый легендарный курс. Базовая основа 10 мирок. Приобретайте наши видеокурсы, шейте вместе с нами. Начните шить прямо сейчас. Все ссылки на наши соцсети под этим видео в описании, в комментариях. И до новых встреч. Вы были на модных практиках. С вами была я, Ольга Паукште. И вся наша большая команда. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, пишите комментарии. А мне уже не терпится начать записывать следующее видео, чтобы посмотреть, подойдет ли мне это прекрасное платье с серебряными пайетками. И как я буду в нем смотреться под мой новый жакет. Какой-то новый образ вырисовывается. Поэтому до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok